Музыка Здравствуйте, в эфире передача аспекта иностранных дел телеканала CBC. С вами Теймур Атаев. Мы продолжаем рассматривать ситуацию на Южном Кавказе и вокруг. Вчера мы ее оценивали с различных точек зрения, включая международный формат. Сегодня также продолжим эту линию. С нами Намик Алиев, чрезвычайно полномочный посол, профессор, доктор юридических наук. Здравствуйте, Намик Малим. Добрый вечер, Теймур Алиев. Добрый вечер, Ильхам Малим. Добрый вечер. И Ильхам Малим, его уже фактически представил Намик Алиев, директор Института философии и социологии Академии наук Азербайджана. Рады видеть вас, Ильхам Малим. И с вашего позволения мы начнем беседу с нами к Малимам. Очень интересные вещи у нас происходят на Южном Кавказе. И вот мы уже сколько времени сталкиваемся с тем, что все призывают к миру. Мы вообще убираем даже сейчас принципы Азербайджана. Мы даже их убираем, что мы их сколько времени продвигаем. Уже фактически весь мир, можно сказать, нам в лице. Вот приехал Йенс Столтенберг, до этого об этом говорил Касым Жомар Токаев. Вот об этом говорил и премьер Грузии. То есть сегодня об этом говорил и Йенс Столтенберг уже в Ереване. Такое впечатление, что все во всяком случае внешне заинтересованы в мире и стабильности в регионе, за исключением Армении. Но опять-таки, повторимся, Азербайджан уже давно наши пять принципов предложил. Что происходит, на ваш взгляд, вот на этом треке? Ну, мы в очередной раз стали, я думаю, что свидетелями ненадежности Армении как партнера для переговоров. Вы посмотрите, ведь вроде бы заявление миролюбивое, да, готовы заключить, готовы заключить мир, готовы, так сказать, достичь соглашения. Ну и тут вдруг ни с того ни с сего выдвигаются какие-то три новых принципа, которые вообще не стояли в повестке дня переговоров. Вроде бы стороны приняли пять принципов, которые предложил Азербайджан. Эти принципы, они отражены и в уставе ООН, и в Хельсинском акте 1975 года. То есть эти принципы, они являются принципами международного права. И, соответственно, они приемлемы для всех, потому что и Армения, и Азербайджан при вступлении в эти организации, они подписали соответствующие документы и признали таким образом эти принципы. То есть Азербайджан ничего нового не выдвинул. И решение вопроса заключения мира на основе этих принципов вполне естественно. И тут вдруг Армения опять-таки обращается к НАТО в лице генерального секретаря и просит помочь ей разрешить заключить этот мир на основании трех принципов. Это Алматинская декларация. Там в одном случае говорит о признании территориальной целостности на основе этой Алматинской декларации, а с другой стороны о проведении демаркации границы на основе Алматинской декларации. И мы наблюдаем, опять-таки, игру с Армянской стороны, которая никак не вяжется со стремлениями к миру. Почему? Очень просто. Потому что недавно мы все были свидетелями того, о признании Армянской стороны, о том, что при ратификации Алматинской декларации Армянская сторона выделила условия поправки к этой декларации, которые были приняты парламентом Армении. А что это значит? Это значит, что армянская сторона не признает территориальную целостность Азербайджана так, как признают ее все другие участники Алматинской декларации, то есть в рамках границ 1991 года. То есть идет опять какая-то игра неискренности, тем самым вот в этом переговорном процессе Армения теряет доверие, и опять-таки это ведет к затягиванию переговоров. Она говорит о демаркации границы на основе Алматинской декларации. Но прекрасно мы все понимаем, что демаркация должна предшествовать делимитации границы, иначе это просто невозможно. Она говорит о том, что в принципе в реалии реализовать сегодня просто невозможно, и это все ведет соответственно к затягиванию переговоров. Еще другой момент в связи с этим я хотел бы отметить. Посмотрите, она обращается к НАТО для того, чтобы НАТО повлияло на Азербайджан, и мирный договор был заключен на основе вот этих принципов. То есть она опять привлекает к переговорному процессу посредников, опять обращается к кому-то за помощью. Она не идет на прямые переговоры. Как интернационализация конфликта, да? Да, вот всегда они эту линию проводили. Только-только, казалось бы, договорились о том, чтобы вести переговоры напрямую, между собой договариваться, решать эти вопросы. И тут опять публичное обращение к международной организации для того, чтобы она вмешалась в переговорный процесс. То есть очередная неискренная позиция, очередная игра какая-то, которая, в общем-то, практически ведет к затягиванию или, что еще хуже, к сырому переговору. Вот подобные действия армянской стороны, которые мы постоянно сталкиваемся, они всегда и во все времена приводили к тому, что доверие к армянскому слову, доверие к армянским политическим и государственным деятелям, оно было практически на нуле. Мы сегодня очередной раз в этом убедились. Ну и сами же, на самом деле, этой политикой подрывают к себе и доверие, подрывая свой, и без того уже, ну, можно так сказать, авторитет, который упал дальше, некуда. Ильхам Алим, сейчас уже с вами, может быть, немножко, когда вы в студии, с вами хочется немножко философский подход, даже геополитики. Вот философия геополитики – это же огромный такой ракурс, широкий очень. Вот он подразумевает, да, вот если мы берем философию геополитики, география, какие-то интересы политические, экономические и так далее. Вот сегодня все соседи Армении, они ратуют за мир, за стабильность, потому что это в интересах всем, включая Армению. То есть философский подход ясен, логический посыл есть, рационализм на лице, прагматизм тем более. Что сдерживает? Вот неужели свои интересы не менее важны, чем интересы тех держав, которые провоцируют ситуацию на обострение руками Армении? – Вопрос, конечно, непростой, потому что Армения проиграла, проигравшая сторона, естественно, будет пытаться изворачиваться, как бы искать дополнительные какие-то возможности и так далее. Это один момент. Второй момент – мы за 30 лет прежние годы, мы, по-моему, давно поняли, что армянской политике доверять нельзя. – Это два. Третий момент я хочу сказать, что за это время, я так понимаю, руководство Армении пытается как бы сделать привычным нынешнее статус-кво на Южном Кавказе. Там, наверное, полно, и мы об этом не раз говорили, рефаншистов, желающих видеть Южный Кавказ не так, как есть, а так, как им хочется. Так, как было тысячи лет назад, может быть, в сказках, мифологиях и так далее. То есть это говорит о том, что вот за какой-то период меняется или, может быть, меняется, или руководство играет в это, чтобы как бы все поняли, что население должно как бы принять, выдержать, изменить, отказаться от мифов. Это процесс на самом деле непростой. Вообще, проигравшая сторона всегда должна менять свою идеологию, и, видимо, для этого нужно какое-то время. Не будем забывать, кстати, что наш президент совсем недавно Столтенбергем говорил о том, что никогда мы так не были близки к миру. То есть какой-то позитив все-таки идет. Затем, ведь Армения не совсем субъектна. Ну, не буду говорить большие государства, но как бы Франция, вот как бы на слуху, да, ее поддержка Армении. Попытка Армении поменять своих бывших хозяев на новых хозяев. Это тоже требует времени и изворотливости. Это все говорит о том, что вот пока вот идет вот этот процесс, вот, игры в мир со стороны Армении, что-то серьезное меняется. На внешнюю аудиторию. Да, что-то меняется и внутри, в сознании армян, видимо, или политическая элита Армении, и что-то меняется в внешней канве. Кстати, я бы сказал, что в этом плане Европа в большей степени, может быть, Штаты в меньшей степени, опять-таки, НАТО в каком-то смысле, тоже имеют свои интересы в мире на Южном Кавказе. Это тоже добавляет своеобразие в это, то, что вы назвали, философия геополитики. А по-настоящему философия геополитики, конечно, речь идет о региональном ее аспекте. Он в интересах всего Южного Кавказа, и, я думаю, Армении тоже, чтобы здесь был мир, открытие коммуникаций и безопасно. То есть, развитие и безопасность, это и есть смысл любой геополитики. Почему не получается это? Ну, потому что много соседей, много, в случае Армении, лобби, да, и, в конце концов, у соседей тоже свои интересы, и поэтому нарушается философия региональной геополитики. Появляется мировая политика, мировая геополитика с большими интересами. И тут, конечно, все оказывается сложнее. Да еще это попало все на период, когда, в общем-то, деструктивный процесс вот-вот заденет большие ареалы пространства, которые называются Евро-Азия. Причем не Евро-Азия, а Евро и Азия. То есть, это все говорит о том, что вообще по периметру бывшего Советского Союза, ну, везде либо конфликты, либо ожидания конфликтов. Это все как бы добавляет неопределенности региональной геополитике. А так вообще, Южный Кавказ, считайте, что это, в общем-то, возможный очаг мира. То есть, я так понимаю, если мир между Азербайджанами и Арменией заключится, то это будет достаточно стабильный регион, с открытыми коммуникациями и с хорошим развитием. Напомню вам про организацию тюркского единства, тюркских государств. Ну, это вообще такой большой Евро, Южно-Кавказский, Центральная Азия и Китай. Эта линия, конечно, очень такая перспективная линия. Но вот получится или нет, вот это все, конечно, непростой вопрос. Ну, действительно, вопрос непростой, мы с этим сталкиваемся уже, сколько, четвертый год, имеется в виду, по окончании как раз... Нет, больше, с 90... Да, нет, 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 я имею в виду, что новые реалии, они-то возникли как раз-таки с конца 2020 года. Здесь что интересно, вот то, что вы говорите, вообще соседи. С другой стороны, попытка Еревана искать вне региональной силы какие-то... Кстати, некоторых соседей я еще не назвал. Есть еще соседи, которые заинтересованы в Южном Кавказе. Безусловно, есть соседи близкие, есть соседи через море, есть соседи за пределами. То есть, глобализация же никуда не делась. То есть, связка мощная. И здесь вот такой вопрос тогда. Вот что мы видим? Во всяком случае, вот внешне картинка какая происходит? Армения и ОДКБ. Там своеобразные, мягко говоря, отношения. Ну, наши зрители хорошо знакомы, мы не будем акцентировать на конкретике. Внимание. С другой стороны, Армения и Франция. Армения – Соединенный Штат. Армения – НАТО. В то же время, вот при всей этой своей антироссийской риторике, сегодня очень тепло поздравляет Никол Пашинян, премьер-министр Армении, Владимира Путина, где говорит о диалоге фактически во всех областях. С другой стороны, на встрече с Енцем Столденбергом озвучивает иной крен. То есть, когда речь идет о беседе с президентом Франции или с министром странных дел, вообще иное направление. Оно вроде схоже, а на самом деле мы видим вот это вот. И игра на противоречиях, игра на противостоянии. А с другой стороны, вот эти вот мечица Армении уже сколько времени. А не легче ли вот то, что говорит как раз Ильхам Мамедзаде, вот именно со своими реальными географическими соседями строить нормальные взаотношения и двигаться вперед? Я думаю, что мы все обратили внимание на текст и тон поздравительного обращения письма Николы Пашиняна. Никакими союзническими и, скажем, партнерскими отношениями это письмо даже не партнерно. Речь идет просто о предложении вести диалог, о предложении обсуждать проблемы, которые возникают между двумя странами. Ну и такие стандартные дипломатические пожелания, удачи, успехов и так далее. Здесь, я думаю, что как раз таки тон поздравительного письма он свидетельствует о том, что Никол Пашинян делает очередной шаг для разрыва отношений с Россией. Демонстративное, да, такое дежурное посылание? Потому что это открытое письмо, открытое обращение, это очередной дипломатический шаг, направленный на разрыв отношений. Поэтому я думаю, что здесь мы становимся свидетелями очередного шага, направленного на смену хозяев Республики Армения. И я думаю, что здесь последствия, реакции на подобные поздравления, она будет соответствующей. Набирается достаточно уже, в принципе, фактов для того, чтобы Россия убедилась в том, что Армения сделала свой выбор, и она меняет, в общем-то, и хозяев, меняет и свою ориентацию. И я думаю, что терпение и молчание России, оно связано больше с теми проблемами, которые у нее есть, с военными действиями, которые сейчас имеют место на Украине. И поэтому Россия, в свою очередь, тоже оттягивает свою реакцию на поведение армянских партнеров, своих партнеров по ЕАЭС, по ОДКБ. И я думаю, что в самое ближайшее время мы все-таки увидим определенные шаги, которые не совершать, которые Россия просто уже не может. Она не будет терпеть столь долг. В то же время мы понимаем, что подобное поведение Армении, оно по природе своей свойственно ей. И, собственно говоря, переговорный процесс, о котором мы говорили чуть ранее, он и показывает ненадежность партнера, ненадежность того, с кем мы ведем диалог. И доверять до конца тому, что сегодня говорилось во время переговоров, я думаю, что нам особенно точно, особенно тоже не стоит. И не случайно наш президент достаточно осторожно говорил о возможностях, шансах и ситуации, когда есть шансы, есть возможности, есть надежда на это. Но надежда, она, конечно, может быть более, скажем так, более реальной, если иметь дело с партнером достойным, с партнером, который отвечает за свое слово, отвечает за свои действия. За свои действия, да. Что, к сожалению, мы не можем сказать о таком партнере, как Республика Армения. Вообще, я думаю, что во всем этом деле мы должны проявлять достаточно осторожность и внимательность, потому что каждую минуту армянская сторона может изменить свою позицию. То, о чем договорились вчера, сегодня может оказаться просто совершенно нереальным в своей реализации. Поэтому мы должны понимать, что работа по достижению мира, она еще будет продолжаться, и нам предстоит еще очень много, много чего увидеть, в общем-то, работая с таким партнером, как армянская сторона. Наверняка, конечно, и европейские партнеры в этом убеждаются. Мы же видели, вот вчера тоже, кстати, об этом говорили, что после любых переговоров, когда озвучиваются одни мысли, скажем, Николом Пашиняном, на следующий день уже для внутренней аудитории, которые, конечно же, тиражируются миру, совершенно иной подход. Так что не исключено еще те договоренности определенные, которые могли быть достигнуты между Йенсом Столтенбергом и Николом Пашиняном. Они потом будут дезавуированы самим же примером Армении. То, что мы видели после, скажем, брюссельских переговоров трехсторонних, это причем неоднократно. Ну, вот здесь еще такой момент проявляется Ильхам Алим. Ведь сегодня на это обратил внимание как раз Намик Алиев, что сама ситуация в мире, и вы тоже об этом говорите, она турбулентная, геополитическая. То есть большие проблемы в мире, практически во всех регионах. И что касается России, на это сделал упор. Намик Алиев несколько там, ну, озабоченный с определенными какими-то вопросами, которые имеют место, вынуждает их еще, ну, брать паузу, как говорит Намик Алиев, чтобы решить кое-какие вопросы взаимоотношений с Арменией. С другой стороны, мы видим Европу. Европа далеко не едина на сегодня. Мы видим, например, позицию НАТО по отношению к Южному Кавказу, просто убедились в этом за последние два дня. Мы видим позицию, скажем, Еврокомиссии. А с другой стороны, видим позицию Европарламента, которая явно отличается, то есть разница. И в то же время, вот, проходит информация, сегодня мы столкнулись, что уже в большей степени говорится о военной экономике Европы. Ну, понятно, там у них же всегда опасения Трампа, который будет там настаивать, что проценты должны увеличивать, отчисления в НАТО и так далее. На ваш взгляд, вот те же самые Франции, которые столкнулись с большим проблемой на внутренней площадке. Неужели не легче решать свои вопросы, а Южный Кавказ, так сказать, оставить в покое, чтобы не провоцировать ситуацию на нагнетание? Вы знаете, вопрос непростой, потому что, с одной стороны, можно думать о том, что это игра Макрона. Кто-то где-то даже говорил о том, что Макрона ждут выборы в евро структуры, и поэтому ему нужно как бы завоевать славу. Иногда говорят о Наполеоне, наполеоновскую славу, иногда еще что-то говорят и так далее. То есть, это может быть икра, игра, где он хочет завоевать, заворовать, да, оговорка по Фрейду. Хочет получить дополнительные очки в свой арсенал, как сильного, уверенного в себе французского политика. Это один момент. В принципе, это может быть икра французов, французского президента. Второй момент. Может быть, Франция выполняет определенную роль по деструкции на Южном Кавказе с тем, чтобы что-то здесь зародить по вытеснению русских из Южного Кавказа. Напомню, что у Франции, как бы вместе с любовью к армянам, особой любовью, в последнее время обнаружилась особая нелюбовь к России. Кстати, всегда было наоборот. То есть, к России Франция относилась всегда, да, мы Деголя помним и так далее. То есть, здесь может быть, что у Франции есть свои функции, свои порядки. Напомню, что они говорили о том, что надо вмешаться силой на Украине, послать войска и так далее. Все это говорит о том, что здесь может быть и какой-то другой долгоиграющий вариант французский. Ну, есть и третий вариант, что вообще в Европе при переходе от одного порядка к другому порядку, ну, политики оказались недостойны того уровня проблем, которыми столкнулась Европа. То есть, уровень лидерства, да? Да, конечно. И, в общем-то, это есть правда. В нынешней Европе очень мало сильных политиков со своей четкой, твердой позицией по будущему Европы, по будущему тех, с кем работает Европа. Напомню я вам, что, может быть, это связано с тем, что евроинтеграция ослабила национальные политические элиты, изменила их. Их направленность стала как бы не совсем за Францию, сколько, может быть, за евроинтеграцию Франции. Это не одно и то же. Иногда, что полезно Европе, может быть, не полезно Франции. Мы, кстати, это видим в ряде стран. Иногда восточная Европа, та же Словакия, та же Венгрия. Есть Италия. Периодически Сербия. Да, конечно, есть Италия. Есть своеобразная, похожая и непохожая политика Шольца, Германии. То есть это все говорит о том, что в Европе достаточно проблем на периоде перехода к новому порядку. Даже как бы они того бы не хотели, но этот порядок стучится в дверь, и они тоже это понимают. Ну, обратим внимание. Напомню вам, что что будет с НАТО? Вопрос сейчас неоднозначный. Что будет с Европейским Союзом? Вопрос неоднозначный. Еще более неоднозначный. Как будут вести себя правые элиты, которые вот-вот стучатся в дверь? Про Ле Пен недавно сообщили о ее успехах. Альтернатива для Германии правая. Тут исламофобия, напомним. Тут неприязнь к мигрантам. В общем-то, много чего в Европе угрожающего. Не то, чтобы я преувеличиваю, но недооценивать. Это тоже нельзя. Это все говорит о том, что в Европе, в общем-то, Европа ожидает вообще очень интересные шаги. Но еще есть Соединенные Штаты. Тоже это вопрос такой. 24-й год специфический. Кстати, в поздравлении Байдена, президента Соединенных Штатов, как все знают это, прозвучало о сотрудничестве с Азербайджаном в 24-м году. То есть это интересный такой посыл. А что будет потом? Как раз сделал упор на это. И сейчас у меня тогда следующий вопрос. Намек малим к вам. На фоне того, как описывать ситуацию Ильхама Медзадея, действительно, Джозеф Байден поздравил президента Ильхама Алиева с Новоруссбайромой. И там прозвучали ряд важных моментов. Свидетельствующие о роли Азербайджана в мировом пространстве. С другой стороны, и на заявлении для прессы Йенс Толтенберг также подчеркнул значимость Азербайджана. Он даже и по КОП-29 высказался, и по тому, как Азербайджан одним из последних выводил войска из Афганистана с огромной помощью. В целом, по линии НАТО, эта огромная помощь была с точки зрения того, как поддерживать безопасность внутри Афганистана. То есть, мы видим, до этого высказывания были со стороны госпожи Симпсон по линии Еврокомиссии. Это уже речь шла о Южном газовом коридоре. На ваш взгляд, если такое отношение к Азербайджану и понимание роли, значимости и так далее, не просматривается ли такая тонкая, очень тонкая ситуация, что, как бы, если Европа неоднозначна, истеблишмент внешне, во всяком случае, неоднозначен. Одни занимают проазербайджанскую линию, другие в лице Европарламента, скажем, антиазербайджанскую своего рода, тоже как игра, то есть, с точки зрения того, чтобы решать глубокие свои такие вопросы, которые Ильхам Мамедзаде называет такими тонкими. Нет ли вот здесь вот такой игры внутри самого европейского истеблишмента? Ну, по поводу игры мы ее всегда наблюдаем, потому что, в принципе, дипломатия это и есть игра, и во всех этих процессах мы очень часто наблюдаем, когда те, кто ведет с нами подобные дипломатические игры, они действуют методом пробы и ошибок, проверяют Азербайджан на прочность, совершая те или иные шаги. И вот сейчас наступил момент, когда попробовав Азербайджан на прочность, мы помним, такой период был, вот, совершенно недавно, когда осуществлялась в буквальном смысле атака на Азербайджан всякими резолюциями, декларациями Европарламента, Совет Европы и так далее, высказывания отдельных политиков. Вот этот период, он сменился теперь периодом реверанса в сторону Азербайджана. И с точки зрения дипломатии, это обычные методы, которые используются теми иными странами, которые пытаются оказать давление, пытаются провести свои вопросы, свою линию, вот, методом подобных проб и ошибок. Сейчас, убедившись в том, что Азербайджан твердо стоит на своих позициях и он во всех своих отношениях с партнерами всегда занимает четкую взвешенную позицию и старается убедить партнеров, что именно эта позиция, она отвечает и их интересам, и в то же время интересам Азербайджан. Вот подобный успех азербайджанской политики, подобный метод азербайджанской политики и делает его политику, собственно говоря, безалитарно темной, и те, кто с ним ведет какие-то игры, в конечном итоге убеждается, что Азербайджан оказывается прав, и Азербайджан уже, скажем, в отношениях со своими партнерами допустил учет интересов этих партнеров и в то же время четко и последовательно отстаивает свои интересы. Поэтому баланс интересов, который Азербайджан всегда выдерживает в отношениях со своими партнерами, он, собственно, и, говоря, и предопределяет успех азербайджанской политики, азербайджанской дипломатии. Поэтому я думаю, что это очередной случай, когда Азербайджан, выдержав тот натиск, который на него оказывала дипломатия его западных партнеров, он все-таки выстоял и сейчас идет период, когда делаются соответствующие реверансы в сторону Азербайджана. И я думаю, что мы с вами будем в ближайшее время наблюдать то, как в принципе западные партнеры продвигают ту политику, те интересы, которые двигали им в этих процессах. С учетом интересов Азербайджана, с учетом позиций Азербайджана, которую Азербайджан отстоял. Ну, как раз вот то, что вы говорите, это здесь безусловно и ваш дипломатический опыт, и ваш опыт серьезного аналитика, и как раз Ильхам Алиев, буквально вот вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что весь мир уже столкнулся с тем, что Азербайджан не сворачивается своего пути, то есть в основе интереса национальной независимости, то есть экономическая стабильность, экономические успехи, они привели к политической независимости, когда строится политика вне зависимости от интересов тех или их государств. Естественно, это не нравится, естественно, это не принимается, но вот даже и вчера вот мы приводили такой факт, что с одной стороны здесь проводятся крупнейшие международные форумы, с другой стороны постоянные визиты, которые осуществляют сюда лидеры, политические лидеры ряда государств, официальные визиты президента Азербайджана, причем в различные регионы, здесь отдельно безусловно в Москву можно выделить с Азербайджана турецкие взаимоотношения, Хикмед Гадзиев помощник президента вчера очень развернуто выступал в Китае с ответственными лицами, с другой стороны отдельно идут взаимоотношения по линии организации чурчки государств, естественно и Евросоюз, то есть вот Азербайджан все время эту позицию занимал и когда сегодня нами к Майалим говорит и подчеркивается роль и значимость Азербайджана, мы видим, что это фактически вот эти вот перешейки, которые здесь есть, реальные, не так называемые перекрестки мира, о которых говорит Никол Пашиняна, действительно, это запад-восток и север-юг они смыкаются здесь, то есть вот значимость Азербайджана налицо, умение распорядиться природными богатствами налицо, умение строить взаимоотношения на внешнеполитической площадке налицо и опять-таки вопрос, может именно этот момент и не устраивает определенной внешней силе скажем в лице Франции? Ну что, в принципе, мы, смотря на европейскую арену политики, мы видим, что те, у кого есть четкое понимание своих интересов, им выкручивают руки. Венгрия, хороший пример, Турция, достаточно сложный проходит период, когда она проводит свои интересы, это все нам должно быть как бы примером, и мы это видим. С другой стороны, мы с самого начала, я думаю, понимали, наше руководство, президент нашей страны, хорошо видели и понимали, что мы можем отстоять свой суверенитет только жестким проведением своих интересов по суверенитету, по возвращению земель, потому что если мы играли бы в поддавки, как играют многие государства Европы и Азии, то тогда бы естественно нам никто ничего не вернул. Изгалялись бы, изворачивались бы, и это продолжалось бы все время. В этом плане мы вернули свои земли, президент наш победитель, и наша страна победитель, но именно поэтому теперь нам придется жестко, последовательно, поступательно, все время быть на вершине, то есть нам должен сопутствовать успех. Пресекая любые поползновения. В КОП-29 обязательно, в Великом Возвращении обязательно, в Умных городах и так далее, потому что эти успехи с одной стороны рождают в общем-то желание испортить нам все, но с другой стороны создают возможность нам решать свои проблемы, отстаивать мир, открывать границы и развивать в общем-то не только Азербайджан, от нас зависит многое чего. В принципе, Азербайджан десятимиллионное государство, небольшое, но значимость его велика, эта значимость просматривается и в союзе тюркских государств, его значимость просматривается в евроазиатском пространстве, вы посмотрите на отношения России и Азербайджана, это специфический случай, и он для нас проходит, для многих он не проходит. У нас есть свои отношения с Европой, в этом плане одна Франция мало чего стоит, при всем ее, так сказать, возможностях, экономических, желаниях, империалистических и так далее, но это немножко смешно. Все остальное, как бы, в Европе, но зависит в той или иной степени и от азербайджанского нефти и газа, а теперь еще и, в общем-то, новой зеленой энергетики, да, ее развитие позволяет высвободить дополнительные мощности газа для Европы, то есть, это все, вы знаете, как бы, кому много дано, от того и много требуется, и много претензий, да, ну, понятно, от Армении какие претензии, да, ну, понятно, мы выбрали свою суверенитет, а значит, нам надо быть открытыми и готовыми отвечать на вызовы современности, это непростой вопрос, тут еще возникает вопрос, знаете, элиты, власть готова, но и общество тоже должно быть готово отвечать на вызовы, вот, например, зеленая энергетика, да, это не только власть и, как бы, конференция или там что-то, это еще означает, что мы готовы к экологическому мышлению, экологическому сотрудничеству, это непростой вопрос, и я уверен, что мы на него тоже будем готовы и ответим. Ну, что ж, Иль-Хамалим, вот, когда вот такие рассуждения, как у вас, как у намек Малима, думается, что зритель создает вот для себя этот пазл, пазл происходящего на Южном Кавказе и вокруг. Вообще, интересно, иногда Южный Кавказ вот без этого вокруг, возможно, уже бы давно договорился, и с другой стороны, даже вот эти там рудиментарные, назовем их так, вот эти вот мысли, которые посещает армянский стеблишмент с этими мифологическими, как и психологическими проблемами, но которые, ну, не решаются, просто не хотят решать, наверное, но опять-таки, если бы прислушались к той же Грузии, к той же Турции, допустим, не говоря уже об Азербайджане, у которой протянула руку помощь, наверное, Армения уже могла бы идти совместно с Грузией и Азербайджаном в этих экономических проектов и зарабатывать нормальные финансовые возможности. с другой стороны, вот это, когда мы говорим вокруг Южного Кавказа, на самом деле, и вы говорите, нам, у нас много игроков, много игроков, и далеко за пределами Каспиани, Мир стал маленький, игроков много, и столов много, и проблематичнее везде еще вот эта турбулентность, она и показывает, что насколько уязвим еще стал мир, а здесь еще и продовольственная безопасность, здесь и вопрос логистики и так далее. Опять мы приходим к тому, что значимость Азербайджана, роль Азербайджана выросла неимоверно так же, как и Центральная Азия, потому что вот эта связка, то, что вы говорите, Евразия, допустим, и Центральная Азия, Южный Кавказ, Турция, оттуда ответвление, на что мы всегда обращаем внимание, на Ближний Восток и Европу, роль Азербайджана действительно значима. И, кстати, последний Бакинский форум, 11-й по счету, он подчеркнул это, причем и в выступлении президента Азербайджана было сказано, много акцентов было дано, и в выступлениях гостей, и самое главное, были очень интересные панельные дискуссии, там, и война, и мир, и сама тема о том, чтобы реконструировать мир, то есть реконструировать мир, который восстанавливает, мир, который разрушен. Ну, мы говорим, что говорилось, раньше использовали очень часто фрагментированный, разрушенный, это даже более жестко получается, потому что мир разрушается, и мы это видим. И вот Азербайджан имеет возможность демонстрации своих усилий по освоению освобожденных от оккупации, территории демонстрации, то, как на мировых площадках предлагает свое видение мировых проблем, свою значимость, это все увеличивает авторитет Азербайджана. что ж, мы разрешите, одно добавлю, извините, весь мир дробится, и наш этот форум тоже это показал, раздробленный мир, а с другой стороны, вот Азербайджан пытается собрать пазл, это хорошая альтернатива, для всех, не только для нас. опять-таки, возможно, что многим игрокам это именно и не нравится, потому что лидирующие позиции начинают занимать вот в этом отсеке совершенно новые государства, но называть сейчас это страны средней силы, и Азербайджан, безусловно, показывает свое место в мире. Напоминаем, что с нами сегодня были намек Алиев, чрезвычайный и полномочный посол, профессор, доктор юридических наук, Ильхам Мамедзаде, директор Института философии и социологии Академии наук, Асава, ТСБС, следите за аспектами иностранных дел, будьте в курсе всех важнейших вопросов современности с праздником Новрус, прекрасный праздник, праздник обновления, и мы надеемся, что будет обновляться и наша жизнь, и мировая геополитика в своем поступательном развитии. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин